привет всем с вами макс я буду заниматься не только темой реконструкции или там делать какие-то тренировочную базу там вещи я решил также попробовать свои силы ну не я и как бы весь мой семейный подряд решили попробовать силы еще на такую тематику как индейцы вот сейчас данный момент у меня есть заказ вот я начинать буду это вообще с нуля как бы опыта такого нету но посмотрев на некоторые там сайты в палате по интернету смотрев некоторые сайты я сделал выводы что в принципе там не все супер мега специалисты в плане того что делают многие вещи и делают их довольно таки так ручная работа скажем так нет такой филигранной точности и четкости в некоторых вещах вот значит меньше слов больше действий я хочу показать следующее вот мне значит достался такое зеркало до зеркала в племени осенебойнов мне попросили сделать для него чехол чехольчика значит дали мне литературку это юрий катенко индейцы великих равнин а вот эта книга вот этот рисунок этот рисунок да значит девушка осенебойнов восемьсот пятидесятый по восемьсот семидесятый года я сейчас все это делаю поближе дело наклоню чтобы меня не было видно было видно больше рабочее место и объясню что я хочу сделать и для чего так вот смысл какой как вы видите девушка осенебойн на картинке моя задача сделать вот такую сумку сейчас я приближу по максимуму сколько мы смогу чтобы увидеть рисунок вот я не знаю сфокусируется нет четкости ну вот принципе рисунок вот такой будет ну не особо сложный мне вот достался такой кусочек кожи вот такой кусочек кожи да вот на котором я буду размечать и делать вот разметку под это зеркало значит вот зеркало тоже ручной работы вот покупалась она на сайтов на каком-то из сайтов ну кто занимается индейской тематикой вот принципе по большому счету что значит моя задача вообще произвести разметку сейчас этого рисунка и примерно как это будет выглядеть есть некоторые нюансы какие нюансы например да многие скажут вот там да вся вот это вот сумочка там она небольшая да ну во первых давайте учитывать размер девушки как обычно женщина они немножечко ну практически в массе своей большинстве они меньше мужчин вообще размером это тоже учитывайте размеры роста это раз во вторых вот ножны да вот эти ножны ножны сами по себе они примерно где-то вот у меня были в руках ножны мне давали ну вот как 30 сантиметровая линейка может быть ну чуть меньше они чуть 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 меньше вот такой вот длины вот вы представляете вот эти 30 сантиметров которые висят ну и тут если делить на пополам тут получается все равно сумка немножко большего размера имеет чем половина ножен вот и смысл опять какой так как у индейцев не было такой филигранной точности я так понимаю все делалось вручную на каждому индивидуально по отдельности плане кто-то шире кто-то уже кто-то выше кто-то короче значит естественно смотреться это все будет индивидуально персонально на каждом по-своему вот значит приступаю к следующему значит убираем книжку я уже себе позволил разметить с помощью там линеечки там да и карандашей уже как бы сделал разметку плане каком я сейчас покажу значит вот сумка опять эта сумка могла быть под что угодно не обязательно под так скажем под зеркала да значит смысл какой человек мне сказал что сумка должна быть свободной то есть не входить туго есть некоторые делают ну очень плотные вот мной выбран был участок такой кожи который толстый потому что кожа сама по себе очень тонкая ну вот а надо будет сшивать дальнейшем моя жена покажет как без протыканий насквозь то есть она проходит как под цепом вот смысл какой надо сделать будет сумку довольно таки свободно вот я положил зеркало да ну и закрываю да вот что получается значит кусочком кожи вот она принципе свободно да вот вот имеет вот такой вот облегающие свойства да если натянуть это и мы что видим значит получилось что если вот так вот отрезать это будет сшиваться жилами а в дальнейшем бахрома прошу вас но это все потом сейчас самое главное и разметка и рисунок вот рисунка и зеркало принципе ходит свободно то есть не стеснено свое значит я уже проделал этот процесс в плане того что я положил зеркало вот этот участок кожи который потолще не то что потолще а поплотнее немножко я вот тут снизу отрезал положил зеркало то есть измерил его полностью длину значит от края от конца до конца да вот так вот это примерно вот вот получилось да потому что сумочка то она меньше размером она могла быть еще раз говорю под что угодно там под иглы или под что-то еще вот под зеркало под табак неважно ну под что они там сами считали нужно приспособить значит я измерил вот с этого конца до этого конца вот получилось принципе вот такой вот прямоугольник да вот на этом прямоугольнике под это зеркало мне придется делать вот этот разметку этого рисунка то есть довольно таки очень вот этого рисунка очень кстати плохо с книжки все это вот видно но в принципе я покажу сейчас да с помощью линейки карандашей там и как говорится геометрии разметил я значит вот они прямоугольники вот раз два три как на рисунке сейчас покажу также потому что лучше все это поподробнее значит на вот как и здесь то есть раз два три очень удобно карандашом и все вот этим вот но получилось вот три треугольника здесь но прямоугольника раз два три три здесь ну и вот такая вот как бы вот если смотреть видно не знаю потом и нижняя часть и вот так как рисунок находится не по центру сумки не по центру вот и опять сумка она имеет более меньше положил зеркало это будет наружная часть это будет наружная часть это будет вот эта вот сторона будет внутренняя часть но я для себя качестве эксперимента вычертил значит я еще сказал высоту вычертил толщину то есть да и толщину вот эту вот надбавил сюда вот до края этой сумки для чего для того чтобы она была свободна значит положил ее вот так ну то есть по размер на согласно закрыл кожи да и посмотрел то есть натянул то есть вот здесь получается у нас свободно и здесь вот остаток до кожи который в дальнейшем будет срезаться если даже пока по краю конца конец где кожа проходит срезаться вот так вот ровно то будет достава довольно таки достаточно промежуток для того чтобы зеркало свободно ходила но это в дальнейшем будет видно сейчас задача заключается в том чтобы вот под это зеркало вот начать вышивать не ушивать уже ложить бисер чтобы уже начинал образовываться рисунок вот в дальнейшем и принципе покажет как моя жена покажет как это все делается вот ну и ускоренном темпе по принципе покажем как это все ложится в принципе на этом пока всем здравствуйте мы переходим к практической части а точнее к расшиванию бисером нашего будущего мешочка под зеркало но для начала поговорим о том что нам понадобится в работе нам понадобится ножницы нам понадобится иголка для бисера но я думаю сейчас каждый знает где можно их купить но покупать лучше желательно не китайский так и китайский гнутся нитки белые воск для того чтобы ващить нам нитку я потом покажу как и бисер бисер желательно чешский значит я буду использовать красный цвет белый синий и голубой так по инвентарю все теперь мы перейдем напомним рисунок какой у нас был то есть вот мы видим вот здесь у нас светло ну принципе вам видно тут светло-голубой синий белый и красный вот эти четыре цвета я вам показал расшивать бисером изделия мы будем так называемым ленивым швом сейчас я вам буду показывать как он делается нитку вставляем в два сложения то есть их вот у меня тут пополам сложена но каждый отмеряет себе сколько кому удобно у меня сантиметров 60 до сложения получилось на конце делаем простой узелок просто этот вот так вот и обрезаем здесь вот покороче оставляем где-то 1 миллиметр а теперь говорю для чего нам нужен воск для того чтобы нитки у нас вот так вот не расходились видно нет видно мы их вот так вот ваще для того чтобы как бы они склеились ниточка у нас теперь не двоится и как единый монолитная такая одинарная получилась воск желательно использовать пчелиный натуральный начинать работу мы будем с верхнего края по рисунку верхний край у нас идет сейчас вы видите голубой цвет то есть одним цветом начинаем используем голубой бисер будем использовать для удобства можно использовать какую-то емкость насыпаем сюда бисер ну и соответственно начинаем для начала мы нам нужно спрятать будет закрепить и спрятать узелок делаем это следующим образом нам нужно продеть а а еще для начала скажу что вышивка вот этой тематики индейской выглядела следующим образом нитка не не была видна с изнаночной стороны то есть нам надо будет шить так чтобы нитка не проглядывал то есть прокалывать половину кожи так сейчас закрепляем мы сейчас прокалываем насквозь у нас вот видите иголочка не торчит поближе как бы она может быть и где-то проглядывает на она не торчит она внутри кожи все равно вот мы раз продели и сейчас нам надо еще раз продеть продеваем их тоже отверстие что и первый раз проходил у нас ниточка мы продели это нас как бы мы закрепили начало строчки сильно не тянем вот так вот сзади у нас как бы нитки нет она не должна быть видна а теперь что такое ленивый шов ленивый шов это когда мы сразу надеваем не одну бисеринку а много и то есть у нас вот сразу будет один шов отсюда до сюда мы будем надевать много бисерин и прикреплять их только в этом крае потом еще надеваем потом в этом крае и вот они у нас будет чередоваться мы закрепили ниточку и теперь будем надевать бисер я говорю что расскажу что такое ленивый шов ленивый шов это когда мы не по одной бисеринке пришиваем а сразу по многу в данном случае у нас будет помещаться 7 штук 7 бисеринок сейчас мы надеваем 7 раз два три четыре пять шесть семь поэтому для этой техники вот этой индийской тематики тонкая кожа не подходит так как ну просто не сможете в середине оставить ниточку чтобы она с изнанки была не видна поэтому кожа должна быть ну более менее плотная вот мы вводим и выводим ее рядом на ширину бисеринки так вот вот на ширину прокол делаем вот по нами нарисованным линиям то есть у нас вот тут нарисованы линии и мы будем прокол здесь делать здесь 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 сейчас надеваем следующие 7 штук раз два два четыре пять шесть семь 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 делаем прокол с этой стороны и выводим иголку и выводим иголку так же на ширину и выводим иголку так же на ширину бисеринки ну это где-то один миллиметрик следующая партия семь штучек пять шесть семь и вводим иголку эти и и и так как видим я закончил ряд вот можете посмотреть поближе сейчас вот так это выглядит и сейчас я перехожу заворачиваю на следующий ряд заворачиваем и следующим образом когда у нас последний набран количество 7 штук бисера мы входим сюда проходим на половину прокалываем кожу так чтобы с изнанки не было видно и выходим вот здесь выходим протягиваем вот так вот ниточку выводим и она у нас оказывается здесь все мы вышли на второй ряд когда я буду второй ряд также расшивать я покажу когда ниточка у меня закончится покажу как закончить и так я закончила строчку одну голубым цветом и для наглядности я решила показать на листочки как это вообще все делается вот допустим у нас разлинован рисунок что мы делаем мы вводим иголку в начало я сначала покажу здесь а потом покажу вот допустим если вот представить что это кожа толщина ее мы вводим сюда иголку проходим через середину толщины выводим с этого края иголку с ниткой возвращаемся опять вводим иголку здесь предварительно узелок чуть-чуть подтянув внутрь вводим иголку здесь опять проходим сквозь середину толщины выводим иголку здесь и уже потом начинаем набирать бисер как это выглядит если смотреть в кожу мы вводим иголку здесь проходим через середину толщины то есть это будет не вот так не насквозь то есть это вот неправильно выходим здесь еще раз возвращаемся узелочек мы подтягиваем у нас приблизительно должен уйти в серединку возвращаемся опять вводим сюда еще раз проходим и выводим нитку и начинаем надевать бисер то есть она у нас как бы ляжет еще вот здесь вот здесь ляжет потом когда и бисер начинаем надевать вот так это делается для чего это начало строчки закрепляется чтобы у нас ничего не выскочил никуда не разошлось и и потом мы пошли когда мы надели бисер вот мы вышли второй раз надели бисер мы его укладываем ну там пусть будет здесь вот сколько вышло прокалываем на ширину бисеринки вот здесь вот прокалываем и также на пол толщины выводим вот здесь иголку на половинку толщины опять одеваем бисер кладем его в эту сторону опять прокалом от отсюда на половину на ширину бисеринки вот здесь вот вот здесь прокалываем и выводим также на ширину бисеринки но это где-то миллиметр выходит может быть там чуть побольше смотри как у бисер опять надеваем и как бы надели положили прокололи на ширину бисеринки вывели иголку вот здесь надели опять положили прокололи вывели и все делаем так чтобы с изнаночной стороне я сейчас покажу у меня ничего не видно не было видно нитки а вот ну и когда мы доходим допустим вот мы ну это выглядит вот так вот раз 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 вот вот так вот у нас будет ложиться но я делаю чуть пошире для того чтобы было видно лучше видно вот так и когда мы доходим до конца вот ну допустим кладем мы бисер последний ну если допустить что здесь конец мы входим иголочку сюда и проходим под бисеринами вот здесь вот под ними также прокалываем середину кожи и выводим вот здесь иголку то есть это принцип как в начале то есть мы под вот так вот если показать на середине да вот вот допустим у нас кожа мы положили вот допустим бисер последний и мы вводим иголку сюда вот сюда проходим под бисером вот этого последнего вот и выводим вот здесь ее вот где был последний прокол прямо вот почти прокол в прокол и все и вот у нас ниточка вышла и мы сейчас пойдем уже вот так вот раз раз как бы шаг в шаг у нас идет мы теперь будем теперь будем возвращаться вот к этим проколам для того чтобы как бы они одними рядами вот так ложились потом переходили но это я потом покажу на своей вышивке вот у нас будет вот так как змейка и так же мы потом здесь опять мы по под бисером проведем иголку выведем ниточку и уже следующие ряды вот сейчас я покажу уж и как у меня с изнанки вот как можете видеть у меня тут нитки вообще нет не видно ничего вот сейчас я покажу что вот видите что это вот как бы она видно что там что то есть вот ведь прямо она вот чуть-чуть уплотнилась но самой нитки не видно ну то есть так вот делали потом я когда дойду конец ниточки у меня будет я включу и покажу как можно закрепить сейчас я подошла в том момент когда у меня осталась короткая нитка и мне надо ее закончить этот ряд я сейчас покажу как я это делаю я продеваю на небольшое расстояние так чтобы это казалось потом под бисером опять в это же отверстие можно еще разок вот и отрезаем под самый корешок узелок никакой не делаем потом работу начинаем заново вдеваем нитку в иголку вощем ее завязываем узелок и будем продолжать потом я покажу когда дойду уже вот до сюда где начнется уже другой цвет когда рисунок пойдет так ну как видим я дошла до места где будет у нас начинаться рисунок рисунок на нашей сумочке будет довольно таки прост простенький вот поэтому особо углубляться в него не будем вот я только покажу сейчас первый переход и заострю момент вот здесь будут красные уголки вот к ним когда подойду я тогда еще покажу вот вот сейчас у меня два с небольшим рядкам и сейчас я начинаю темно-синюю темно-синий бисер вот как и обещала показываю так темно-синий как видим он у нас меньше придется набирать большее количество бисера сейчас посмотрим сколько надо будет ну как видим наверное всего лишь на одну если голубого у нас семь штучек то синего будет у нас восемь штучек на три четыре шесть семь восемь потому что бисер мельче ну вот так вот будем вот этот вот прямоугольничек будет темно-синий сейчас я немножечко сделаю несколько рядков увидеть я думаю что такую вышивку можно применить не только в реконструкции индейцев но и просто где-то в нашей современной жизни что-то сделать для себя потому что в принципе это легко и быстро очень важно потому что кропотливую работу не все любят а это довольно таки доступно сейчас покажу сзади что сзади у меня вот я прошила вот я прошила и ничего не видно нету нитки но видно что там с лица что-то пришит вот ну в принципе вот я начала когда я дойду до красной части вот здесь вот я продолжу видео и так я вернулась как видите уже вот столько вот я вышила сделала но у нас произошло небольшое упущение так сказать я обещала что вернусь до того как я сделаю вот эту часть и покажу как я буду делать но увлеклась увлеклась и вспомнила уже когда вот оказалась здесь но я сейчас на словах расскажу как я делала вот эту часть в принципе она легко поэтому не важно что я ну увлеклась и пропустила момент показа здесь значит начинала я одна красная шесть белых и пошло у меня на убывание белые на прибавление красные итого две красные пять белых три красные четыре белых четыре красные три белых пять красных две белых шесть красных одна белая пошли у меня четыре ряда красных а здесь в зеркальном отражении вот этой части так что в принципе не так уж сложно ну как видите вот уже рисунок какой получился вот ну и теперь я уже покажу когда сделаю до конца до конца то есть это еще где-то вот вместе с вот этим вот вместе с вот этим еще где-то шесть рядов то есть вот этот закончу пять рядов у меня будет еще однородным голубым и тогда я уже покажу окончательный результат вот рисунок готов сейчас я покажу как он выглядит с обратной стороны чтобы было видно что ничего там не проглядывает да видно что там что-то есть но нитки как таковой ее с изнанки нет и так вышивка подошла к своему окончанию вот как выглядит рисунок в готовом виде вот это зеркало для которого это все делалось будет оно помещаться вот так ну то есть соответственно когда будет готов мешочек ну на этом моя роль в этом закончена кому понравилось занимайтесь пробуйте пробуйте так как это не только в реконструкции можно применить как я уже говорила но и в нашей реальности потому что очень легко быстро получается красиво можно оформить себе таким способом много чего всем спасибо кому понравилось пробуйте ждите следующих видео потому что я думаю на этом не закончим будем продолжать выкладывать еще что-то интересное продолжаю тему значит индейской сумочки да я хочу конечно извиниться перед теми зрителями кто будет смотреть непосредственно этот ролик почему потому что я обещал сделать видео обзор полностью сумки а получается так что заказчик которому мы делали эту сумочку он сказал что будет именно сшивать ее сам и доделывать все эти нюансы сам потому что он непосредственно больше как говорится по индейской тематике и общался и трогал какие-то предметы вещи вот и как бы соображает лучше в этом деле но все равно я закончу обзор этой сумки тем что рисунок был сделан как нам уже было известно я сейчас покажу ну вот и смысл того что он ее доделал и я как бы покажу нюансы в принципе там работы оставалось немного я покажу нюансы какие он сделал значит мы видим сумку вот она да уже готова то есть вот он этот чехольчик вот это зеркало осенебойного да вот так она ложится вот так вот она держится на поясе я надеюсь видно вот полный рисунок вот тут вот шнурком завязывается и прикрепляется к поясу ну как раз вот значит в принципе что тут как мы видим рисунок уже сделан я сейчас покажу как сделать вот эти вещи так скажем ну просто народе их называют висюльки да вот эти вот вот и покажу как вот этот шов сделан то есть непосредственно я сейчас выверну и покажу все значит висюльки я скажу по простому как делать ничего сложного не делал нет тут такого значит я покажу сейчас на листе бумаги это все вот обычный лист бумаги берем там да это принцип просто как он делалось вот так вот значит это был взят кусок кожи длиной вот такой вот да ну грубо говоря только я вот так буду показывать значит он был так же вдвое сложен вдвое сложен вот и просто делается следующим образом ничего тут такого сверхъестественного нет просто вот так вот тупо нарезается но не до конца вот так вот одна вторая третья ну и так вот дальше в принципе по всей этой вот вот то же самое получается если мы сюда вот внимательно посмотрим вот сюда вот внимательно посмотрим мы видим что вот да этот кусочек кожи и он вот именно так вот и сделан то есть тут ничего такого сверхъестественного нет и он сшивал жилами это все жилами сшито сшито изнутри ну обыкновенно вот таким вот как бы да вот сложено вдвое и прошито то есть он получается вывернул сейчас секунду мешочек вывернуть если то мы увидим что тут он сначала его вывернул наизнанку и сшил вот таким вот макаром можно его конечно доделать как говорится еще вверх чтобы он утягивался конкретно вот ну человек посчитал нужным именно оставить в таком ракурсе ему так удобнее вот если смотреть изнутри вот жилы и значит вот он просто вот это вот вставил сюда как получается он она во внутри эти висюльки он вот так вставил и просто наложил один кусок кожи второй кусок кожи и прошил его обычным таким вот подворотом вот все тут в принципе вот ничего сложного жилы это не нитка это жилы вот такая сумочка получилась в принципе на этом как говорится мой видео обзор этой сумки закончен вот и что хочу сказать если кому понравилось потом выверну если кому понравилось там смотрите дальше видео обзоры еще какие-то вещи ну в целом получилось вот такая вот сумка под зеркало все всем пока там и и и и все